Я тут обнаружил, что наши с вами домашние задания, и одна довольно простая штука в них оказалась не слишком явно проговоренной, хотя вроде бы я говорил об этом на лекции, но говорил об этом как-то неявно, поскольку я об этом говорю каждый год и так дальше, и так дальше. В какой-то момент я уже забываю, насколько эту штуку надо внедрять в мозг. Значит, штука стоит в следующем. Все наши домашние задания сводятся к тому, что мы что-нибудь вводим. Обычно это вводится что-нибудь хитрое. Ну, то есть не так. Иногда вводится что-нибудь хитрое. То есть если вводится строка, понятно, мы ее получаем просто банальным инпутом. Да? И все хорошо. Но довольно часто в заданиях требуется ввести, ну, допустим, кортеж. Или какую-то последовательность. Или ввести последовательность, она должна оказаться, скажем, списком. Вот. И я видал программы, вот людей, которые явно прослушали, или я не слишком доходчиво для них это дело сказал, что я видал программы, в которых вот эта самая строчка разбивалась на кусочки, и потом эти кусочки анализировались, превращались, скажем, в инты, или что-то еще. Вот. Вот. А между тем, совершенно официально можно пользоваться таким официальным читом от питона, который состоит в том, что вы вводите эту строчку. Допустим, это кортеж. У вас получается строка. Это все еще строка, но вы можете сделать вот так. и получить уже, собственно, кортеж. Вот. То есть, почти любое домашнее задание, и это я специально написал в формулировке той самой задачи, по которой был этот вопрос, почти любое домашнее задание начинается с чего-нибудь такого, типа... И, как вы понимаете, вот в наступившей... Как это? В наступившей... В созданной нами вселенной можно вот здесь вот вводить вообще что угодно. Ну, что-нибудь такое, да? Дир. Только это и большое. Понятное дело, что если вы введете что-нибудь совсем неочевидное, и я про это говорил чуть ли не на первой лекции, да, у питона или у вашего компьютера может немножко отодвинуться крышка. Потому что, ну, понятно, да, вы можете сюда... Например, вы можете сюда вставить... Вы можете сюда вставить... Циклическую сборку. А здесь написать 100-500 миллионов вместо 10. Видите, да? У нас происходит евал, и этот евал вычисляет строку, которая у вас является его параметром, аргументом... Нет, не правильное слово аргументом, а перандом. Вот. Как если бы это было выражение питона. Что угодно с этим выражением питона. То есть любое выражение питона, это все пригодное. Поэтому те из вас, которые страдали и разбирали входную строчку по частям, потом превращали ее в целое, пострадайте еще чуть-чуть от того, что вы это делали. Вот. Ну, или наоборот, порадуйтесь, что вы немножко поупражнялись в подобного рода вещах. Ну, больше так не делайте, это тяжело. Иногда бывает так, что я явно говорю, что, ребят, давайте вводить столбик, потому что в столбик там вот, потому что так надо. Вот. Ну, вот, собственно, вот. Если для кого-то то, что я сейчас говорю, как бы это новость, вот, ну, что поделать. Там же вы же помните, операция связывания, вот эта, она же настолько хитрая, что вы можете всякие сложные конструкции городить, типа того, что А, допустим, ну, допустим, ну, не знаю, там, вот у нас есть, допустим, кортеж, да, или там, ну, кортеж состоит из пар. И вы можете написать что-нибудь такое. А, B, C, D равняется S. И все будет хорошо. Вот. И то же самое, в общем, с импутом. Я надеюсь, тема закрыта. Вот. Значит, что-то еще я хотел рассказать на эту тему. Сейчас я посмотрю, какие у меня тут... Еще одна забавная штука, по поводу которой тоже возникало много вопросов, поэтому я ее повторю и даже слегка углублю, потому что, мне кажется, в спешке я пропустил несколько мелочей полезных. Смотрите, мы с вами уже говорили, и еще будем говорить о том, что вообще операция над объектами в питоне – это, как правило, синтаксический сахар вокруг соответствующих методов. Квадратные скобочки – это гетантим, да, всякие плюсики-минусики – это, значит, ады суп, ну и так дальше. Круглые скобочки – это тоже операция, которая является синтаксическим сахаром, заменителем специального метода. Если ваш объект... Метод называется call. Допустим, мы определили, какую функцию. Что-нибудь очень простое. Функция – это функция. Вот если ей сказать dir, то мы увидим, что у нее есть метод call, который, собственно, определяет, что данный объект, объект fun, это callable – вызываемый объект, который можно вызвать, присобачив к нему сбоку две круглых скобочки. Мы можем написать так. Именно потому, что он callable. Мы даже можем написать так. Нам, правда, придется все равно использовать круглые скобочки. Р-рекурсия. Ну, что поделаешь. Вот. Значит, есть даже специальный метод. Наоборот, специальная функция из built-in библиотеки, которая называется callable, которая вам выводит true, если данный объект callable, его можно с круглыми скобочками вызвать. Ну и, соответственно, что у нас там было? S какой-нибудь. И false, если данный объект не callable, его нельзя вызвать с круглыми скобочками. То есть, операция call у него отсутствует. Метод call у него отсутствует. Из этого следует что? Что какой бы ни был у вас питоновский объект, если он callable, к нему можно присобачить справа круглые скобки и вызвать его? Ну, например. Какой-то тут импорт, да? Вот. Значит, например, у нас есть кортеж, в котором есть разные функции. Вот. Только это было слово D. Это функция. Это косинус. Ну и, соответственно, Почему косинус 0? А, это синус. Это синус, извините. Это синус, то был косинус. Эта конструкция никого не должна смущать. Здесь фактически написано, взять объект D, применить ему метод get-item, ну, бла-бла, get-item, бла-бла, разумеется, передав ему параметр 2, а потом применить метод call, передав ему параметр тоже 2. Вот и все. Причем, старшинство этих операций устроено таким образом, что они выполняются в правильном порядке. Вот. Вопросы есть на этот счет? Тоже нет. Хорошо. Это, значит, был мой долг за прошлый раз. А теперь, собственно, слово рекурсия у нас прозвучало. Давайте про рекурсию еще раз немножко поговорим. В прошлом году, лекции 2018 года, вы можете заметить, что я попытался там устроить разговор о рекурсии как об особом виде цикла, но получилось не очень доходчиво. И я в этом году от этого отказался. Тем не менее, когда мы изучаем разнообразные алгоритмически полные формализмы, мы в некоторых случаях наталкиваемся на специальный оператор рекурсивный, например, в случае теории общего рекурсивных функций, оператор общей рекурсии, который представляет собой что-то вроде бесконечного цикла. Помните, кто это изучал, там есть такой оператор минимизации, который внезапно дает на данном множестве входных операндов такое значение одного специального операнда, на котором функция принимает минимальное значение. Предполагается, что оператор бесконечной рекурсии, вот этот оператор минимизации, посмотрел все значения данной функции и выбрал из них такое, вернее так, и выбрал такой такой y, на котором f это все x и y минимальны. Разумеется, такая конструкция предполагает, что это какая-то бесконечная операция. Но в той же теории общей рекурсивных функций есть понятие примитивной рекурсии, которая соответствует циклу со счетчиком. Там, значит, функция применяется сама к себе, а один из ее параметров уменьшается на единичку, пока не станет равным 0. Так вот, вообще говоря, вызов функции самой себя и циклической исполнения алгоритма с точки зрения общей теории это одно и то же. Какая нам разница, каким способом мы синтаксически оформили тот факт, что наш кусочек алгоритма выполняется много раз. Мы могли это оформить в виде оператора цикла, который проверяет конечные условия. И мы могли это оформить в виде функции, которая вызывает сама себя и тоже проверяет конечные условия ради того, чтобы не вызвать себя в очередной раз. Реально никакой. Более подробный отсчет говорить не стану, потому что у нас не про это рассказ. Но парочку выводов хочу сделать. Вывод номер один. Он состоит в том, что есть языки программирования, в которых рекурсия это и есть цикл. В первую очередь всякие функциональные языки программирования, где цикла как такового и нет, а рекурсия есть. В функциональных языках программирования, если вы помните, ведется строгий учет переменных, являющихся оперантами функций, и всякая несвязанная переменная до тех пор, пока она не будет связана, она как бы существует в одном экземпляре, и по ней бэктрекинга нет. А всякая переменная с момента, когда она связалась с каким-то значением, пребывает в состоянии связанности, но когда мы хотим посчитать что-то еще, она освобождается, мы заходим в следующую ветку рекурсивного вызова, она там снова связывается, ну и так дальше. Вот. И чисто теоретически, если у нас в рекурсивном вызове все переменные связываются только в самый последний момент, то есть мы вот в самом конце вызвали нашу функцию еще раз рекурсивно, и ее значение, ну собственно, вернули, нигде оно не хранится в неймспейсе. Чисто теоретически, есть такое понятие рекурсивный вызов, при котором собственно, функция, рекурсивный вызов эквивалентен циклу вообще. В Питоне такого нет. В Питоне вызов функции цикл ни разу не эквивалентен, потому что каждый раз, когда функция вызывает саму себя, создается целый неймспейс. Мы это видели, лучше всего это, конечно же, посмотреть на сайте этот самый онлайн Python Tutor, да. Вот, 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 вот где-то здесь. Вот он. Если мы сейчас, если мы сейчас напишем небольшую программку, ну, функцию, которая будет рекурсивная, ретерррррн, понятно. Ну и лайн, сто пятьсот. Бессмысленная совершенно функция. Вот. Но, тем не менее, достаточно показательная. Аж 17 шагов она мне почему-то... Вот, давайте смотрим. Вот мы определили нашу функцию fun, вот ее определение. Пока ни одного вызова не было, namespace у нас только глобальный. Вот мы вызвали функцию fun с параметром 4, образовался namespace вот этого вызова. Вот. Дальше. Мы проверили, что a больше нуля, вызвали функцию fun еще раз, вот этот вызов произошел. А при этом передали туда объект на единицу меньшей, a-1. И вот он второй namespace при вызове нашим функции. Опять. Этот второй вызов дошел до вот этого выражения, вычислил, что a все еще больше нуля, вызвал fun от a-1, то бишь от 2. И вот четвертый namespace создался, когда мы увидели, что a равно единице, оно тоже больше нуля. О, нет, еще пятый. Потому что a минус 1, да, для равно единице, вот. Вот теперь в пятом только namespace, в пятом вызове функции fun, мы поймем, что нам дальше, что у нас рекурсия, собственно, закончилась, у нас цикл завершился на 5 элементов. И вот в этом месте мы сейчас поймем, что a у нас уже не больше нуля, и нам нужно не вызывать fun еще раз, а вернуть 100-500. Вот. Мы поняли это, мы подготовили возвращаемое значение 100-500. и полезли обратно из рекурсии. И вот, наконец, мы его вернулись в основной код и там возвратили этот результат. Значит, из этой картинки очевидно, что для питона рекурсия – это очень тяжелая операция, совсем не похожая на цикл. Каждый раз, когда вы вызываете функцию саму из себя, создается целый namespace, на самом деле даже больше, создается, скажем так, контекст этой функции. Вот. И производится именование тех объектов, которые вы передали функции в рекурсивном вызове. Вот. Дальше происходят какие-то вычисления, а всякий раз, когда вы выходите из вызова функции, у вас этот namespace уничтожается. Вот так, как мы это видели на примере. Вот. Когда к Гвида пристали со словами, мужик, в твоем языке даже хвостовой рекурсии нету, что ты такое вообще написал? Это basic какой-то получается. Гвида ответил так. Ну, во-первых, не хвостовая рекурсия, а хвостовой вызов функции. Давайте аккуратнее термины применять. А во-вторых, ты, мужик, мне это, комплимент сказал. Да? И точно, ты сравнишь питон с basic. Basic был самый популярный язык вообще на планете в течение десятилетий. Это очень хорошо. Ну вот. Короче говоря, почему в питоне... Понятно, что такое хвостовая рекурсия. Вот на этой картинке мы могли бы не создавать namespace, видя, что нам не нужно, у нас нету переменной, с которой мы что-то должны сделать в предыдущем контексте. Мы, в принципе, могли вычислить новое значение a, могли вычислить возвращаемое значение, вернуться в предыдущую функцию, вернуться в предыдущую функцию, и плодить вот эти контексты не было смысла. Плодить эти контексты имеет смысл только тогда, когда с тем namespace, с которым мы работаем, происходят какие-то изменения после того, как мы вызвали рекурсивную функцию. Ну, например, мы вызвали ее либо так, либо и так. И в результате после возврата из рекурсивного вызова у нас наш namespace модифицировался так или и так. То есть приняло одно значение или другое. Вот. Проблема хвостового вызова процедуры, хвостового вызова функции состоит в том, что это получается, что интерпретация вообще вызова функции в языке будет работать по-разному в зависимости от того, грубо говоря, что у вас после этого вызова написано, что у вас после этого вызова написано. Да? То есть если бы вдруг мы реализовали хвостовую рекурсию в питоне, и она бы так работала, а потом бы взяли и функцию, которая работает как функция с хвостовым вызовом, добавили что-то в конец, она внезапно бы перестала так работать, стала бы работать во много раз быстрее, зажирать больше памяти и так дальше. То есть не быстрее, а медленнее. Вот. Плохая очень идея от того, что рефакторинг, или, так скажем, поправление кода внезапно влияет на количество потребляемой памяти. Вот. Ну и в конце концов, если вы поищете в сетях, как реализовать хвостовую рекурсию в питоне, вы увидите очень простую конструкцию с помощью такой синтаксической штуки в питоне, которая называется декоратор, который мы еще не проходили, но мы ее пройдем. Вот. Что, в общем, относительно несложно делается. Буквально там десяток-другой строк. Вот. Так что, возвращаясь сюда, рекурсия в питоне самая настоящая, никакая она не хвостовая, и из этого следует, что ее нехорошо использовать в качестве цикла, хотя бы уже потому, что она очень тяжелая. А раз ее нехорошо использовать в качестве цикла, то в питоне, если мне не изменяет память, ограничена глубина количества рекурсивных вызовов, и ограничена она тысячей. Можем, кстати, это проверить прямо сейчас. Ммм. Вот. Значит, мы видим число близкое к тысяче. Почему это не тысяча, сейчас сказать не могу, но, в общем, это не очень важно. Кто-то кого-то лишний раз вызвал. А, я знаю, мы же вызвали принт. Значит, еще один вызов из функции. Вот. Ну, короче, вот. Что произошло? Функция вызывала-вызывала-вызывала себя, в конце концов, очередной вызов просто не сработал, возникло исключение Recursion Error Recursion. Короче, исключение, говорящее о том, что у нас максимальная глубина рекурсия исчерпана, все. Внимание, вопрос. А что тогда делать? Я думаю, что тут смешивается стандартный вывод и стандартный вывод ошибок. STDR и STDOUT. Кстати, можно проверить, но я думаю, что я прав. Ну, да, да, да. То есть, нет, просто вывод два разных потока. Ну, давайте проверим, если уж интересно же. Что мы там сделали? Дев фу от и равно нулю. Принт и фу от и плюс один. Фу. Нет, фу через два у. Вот так. Так, да? А вот видите, он сейчас, сейчас оно попало вот сюда. Вот, видите, вот, вот. Ну, собственно, это то, что я говорил. Я перенаправил сейчас стандартный вывод в файл О, а стандартный вывод ошибок попал на экран. Если бы я сделал вот так вот, было бы все наоборот. Вот. Соответственно, поскольку эти два потока, они, в общем, независимые, а потом сливаются на один и тот же экран, если их не перенаправить, то в зависимости от того, как работает ваша операционная система, как она обрабатывает буфера вывода, они могут смешаться. Это довольно типичная ситуация. Вот те из вас, кто делал практику МНОСИ и вот это все, я думаю, такое видали уже. Вот. Значит, вопрос вот какой. А что делать? Вот я написал рекурсивную функцию. Она взяла и свалилась по тому, что максимальная глубина рекурсии исчерпана. Правильный ответ. Вы написали неправильную рекурсивную функцию. Потому что в питоне не надо замещать цикл рекурсий. А рекурсия нужна только тогда, когда каждый рекурсивный вызов ваш алгоритм упрощает, ну там, хотя бы в два раза. Ну, то есть, собственно говоря, вы берете какое-то множество, делите его пополам, работаете с одной половиной, работаете с другой половиной. Каждое вот это работаете с, это рекурсивный вызов той же самой функции, которая делит вот это уже под множество пополам, работа с одной половиной, работа с другой половиной. То есть, глубина рекурсии должна быть соизмерима с логарифмом от того количества данных, которые вы рекурсивно обрабатываете. Вот если этот критерий проходит, ваш алгоритм хороший, годный. Если этот критерий не проходит, ваш алгоритм плохой, негодный. Вы открываете учебник по программированию и видите, рекурсия, сейчас мы рекурсивно определим этот самый, господи, факториал. Закрываете этот учебник и используете ухачки подкладку под холодильник шатающийся. Потому что не надо, да, не надо делать то, для чего рекурсия не предназначена. Да, исключение. Если это учебник по языку программирования, где рекурсия и есть замена цикла, по ЛИСПу, например, то вы вытаскиваете из-под холодильника и читаете дальше эту книжку. Вот. Значит, этот критерий не всегда железобетонен. Например, у вас может быть немыслимое количество вариантов ответа. Да, там типичный пример перебор всех-всочетаний. Перебор всех-всочетаний от вас потребует рекурсивный вызов функции глубиной, сравнимой с количеством тех элементов, все сочетания которых вы ищете. Но опять-таки, с учетом того, что вам нужно экспоненциальное количество этих, ну или там факториал, уж не помню, сочетание, ну вы поняли меня, там либо степень, либо даже факториал, элементов взять, глубина рекурсии там в 10, уже достаточно для того, чтобы вы сидели и ждали, пока она закончится. Вот. Собственно, все, что можно было сказать про рекурсию, я сказал. Да, значит, в Питоне нет никаких ровным счетом чудес, с нею связанных. Мы только что это видели на картинке в Питон Тьюторе. Любой вызов функции – это просто создание очередного контекста, в который приезжают операнды этой функции, и в которой появляются новые имена. Если вы вызываете функцию рекурсивно, просто создается еще один контекст, в него приезжают операнды, заводятся имена. Все. Больше ничего. Совсем. Вот. Зачем я запустил Питон? Хороший вопрос. Да. Здесь есть одна тема, связанная с внезапно курсом алгоритма и алгоритмические языки первого семестра, которая называется «Замещение рекурсии с теком». Я не уверен, что эту тему хорошо рассказывали, а для упражнения «Как читать программу на Питоне», мне кажется, эта тема очень подходящая. Рассмотрим простую программу, которая простую программу, которая функцию, которая реализует следующую задачку. Нам на вход подается число и последовательность чисел кортеж, а на выходе мы должны сказать, есть ли среди этой последовательности такие числа, сумма которых дает наше число. Ну, и выдать эту подпоследовательность, первую попавшуюся. Очевидно, это какой-то перебор всего. Этот перебор можно реализовать с отсечением. По-моему, он вошел в ту дверь. А, ну хорошо. Очевидно, это какой-то перебор всего. Его можно реализовать с отсечением. Сейчас про отсечение я позабыл. Здесь в этой функции нету для простоты. Значит, как устроен рекурсивный алгоритм, рекурсивный поиск? Он устроен очень просто. Вот у нас есть текущая сумма, которую нам нужно вычислить. Вот у нас есть последовательность чисел, из которых слагаемых, из которых мы будем собирать слагаемые. И вот у нас есть последовательность, в которой мы будем складывать собираемый нами результат. по умолчанию он пустой, сейчас мы будем туда потихонечку складывать. Значит, наша работа заканчивается, если в этой последовательности уже есть слагаемые их сумма равняется S. Здесь еще пропущено отсечение. Поиск прекращается с неуспехом, если сумма больше S. Это значит, что мы уже ничего не получим. Впрочем, если числа ненатуральные, а, скажем, просто целые, то этого отсечения здесь нет. А дальше собственно следует рекурсивный ход. Мы берем и для каждой позиции в нашем списке чисел проверяем, вызываем нашу подсумму с естественно числом S, результатом, в который добавлен это элемент из имеющихся, и ограничиваем множество очередного выбора элементов под множеством, под последовательностью, под списком, начиная с и плюс первого элемента. Почему здесь выбран и плюс первый, а не все, кроме итова, то есть мы взяли итой, по идее, по-хорошему, правильный алгоритм должен состоять в том, чтобы взять итой, выбросить его из секу и вызвать рекурсивно вот этот субсум с секу минус итой элемент и соответственно вот здесь итой элемент. Ответ очень простой, так мы получим все возможные перестановки решений. Вот, а если мы будем считать так, что первый элемент может стоять только в начале, второй элемент только на первой или второй позиции и так дальше, то понятное дело, что элемент с номером большим и должен стоять за элементом с номером меньшим и, поэтому здесь мы можем ограничиться без регрессии в ответе, мы можем ограничиться только под последовательность, которая идет за нашим элементом. Поэтому здесь взят хвостик от последовательности. Ну, собственно, и все. Если наш субсум вернул r не пустой, значит, это и есть ответ. Первый попавшееся решение, если он вернул пустой r, это значит, что наш субсум не нашел ответа среди этих решений, и надо попытать счастье в другом варианте. Вот, собственно, и все. Я думаю, что, ну, вот, мне не кажется, что здесь есть что-то, что-то нерабочее, ну, давайте, что ли, давайте попробуем. Значит, первое число это, скажем, 15, а второе это последовательность. Да, точно, потому что это рекурсивный вариант. Похоже на правую? Ну да, 1, 2, 3, 4, 5. Это же 15, это треугольное число. Треугольное число 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Но у нас 1 нету, поэтому получится 2, 3, 4, 6. Ответ правильный. Ну, примерно так-то работает. Значит, как видите, код совсем несложный, и вот на его примере я хотел бы показать, что, вообще говоря, рекурсия это, в принципе, необязательная вещь. И ценой такого же расхода памяти мы можем составить нерекурсивный алгоритм, который использует, собственно, стэк, пройденный нами в прошлый или позапрошлый раз. Общее правило простое. Мы смотрим на нашу рекурсивный, на нашу рекурсивный алгоритм и выделяем в нем два класса данных. Неизменяемые, то есть такие, которые всегда, всегда, которые не меняются из-за того, что мы совершаем рекурсивный вызов. Фактически, мы вообще могли не передавать вот эту S нашей функции в субсум R, а сделать ее глобальным именем и сэкономить на рекурсивном вызове. Тогда бы в контексте рекурсивно вызываемой функции было бы не три объекта, а два. То же самое относится к концевым результатам, когда мы что-то вызвали, получили результат, и этот результат больше не меняется. Но здесь его нет. Второй класс объектов это изменяемые объекты, то есть объекты, которые при рекурсивном вызове нашей функции субсум значения меняют. Вот это secu и res, они при очередном вызове другие. Вот именно эти объекты надо хранить в стеке. Фактически, то, что мы видели вот здесь вот на картинке этого самого Python-тьютера, стек вызовов, заменяется на обычный стек, сделанный из списка. Здесь у нас стеком работал Python, вот он стек, собственно, видите? Вот они, 4, 3, 2. А здесь стеком будет работать мы, то есть мы заводим специальный список, где здесь? Вот тут, вот тут. Заводим специальный список, в котором будем складывать те самые значения, которые бы попали просто в namespace очередного рекурсивного вызова. Все. Дальше абсолютно такая же картина, причем цикл наш заканчивается в тот момент, когда стека пустеет, то есть когда мы выйдем из последнего рекурсивного вызова. Вот. Ну а дальше вся та же картина. Значит, что мы первым делом делаем? Значит, аналог вот этого, аналог рекурсивного вызова, это снятие со стека очередной пары значений. Пары, потому что мы договорились о том, что у нас две изменяемых переменных и стало быть две штучки, которые лежат на стеке. Вот это аналог рекурсивного вызова. Вот это мы уже проверку видели. Вот она. А вот это, аналог вот этого цикла. Что мы, собственно, делаем? Мы для всех возможных вариантов формируем такие пары. новое множество слагаемых, которые будут составлять сумму, и усеченное множество слагаемых, из которых мы выбираем. Мы формируем все такие пары и весь этот список добавляем в конец нашего стека. Дальше снимаем первый элемент со стека, ну и дальше по кругу. Вот вам, значит, вместо рекурсивного вызова у нас добавление очередной пары на стек, а вместо входа в рекурсивный вызов снятие очередной пары на стек. Вот. Этот алгоритм практически с точки зрения ответа на вопрос идентичен и этому, но работает слегка не так. Я не призываю вас прямо сейчас наинтуичить, почему он работает слегка не так, а отвечу лучше сам. Дело в том, что здесь элементы добавляются в стек вызовов и только потом начинают выниматься. А здесь мы сразу несколько элементов добавляем, то есть фактически они добавляются в обратном порядке. Эти алгоритмы становятся абсолютно идентичными, если вот эту вот последовательность развернуть задом наперед. но общий смысл от этого не меняется. Вместо рекурсии мы заводим стек, в котором храним те переменные, которые меняются, изменяемые переменные. Вот. Вместо рекурсивного вызова у нас добавление очередного набора переменных на стек, а вместо обработки рекурсивного вызова снятие очередного набора со стека. все. Кому непонятна вот эта конструкция? Строчки номер 7. Она должна быть непонятна, ну, как минимум половине здесь присутствующих, которые питон изучают вместе с нами сейчас. Строчка номер 7. Вот она. Значит, что из того, что мы еще не проходили в этой строчке наличества? Громче? Ну, нет, конечно, проходили. Это метод списка. Энумерейт. Энумерейт. Да, конечно. Это, это, значит, что делает энумерейт, кто помнит? Он, он, он проходит по всем элементам последовательности, возвращает пары с номером. Что здесь такого, чего мы еще ни разу не делали? Да, здесь циклическая сборка явно непонятно чего? Вот, циклическую сборку списка мы проходили, даже множество. Я рассказывал, что множество энумерейт, циклические сборки. По-моему, да. В прошлый раз. А вот, что здесь циклические собираются, мы не знаем. Но сейчас узнаем. Мы помним, что в питоне последовательности бывают хранимые и вычислимые. Это очень условное деление, потому что мы знаем, что, например, строка, это вот последовательность вроде как хранимая, вроде как вычислимая. Это очень условное деление, гораздо более правильное деление состоит в том, это последовательность, в которой гитайцем работает, и мы можем в любой момент, последовательность прямого доступа, скажем так, мы можем в любой момент получить доступ к любому элементу номер столько-то. Или последовательность, в которой гитайцема нету, и мы можем по ней только проходить. То есть, сделать что-то, засунуть ее в цикл фор, и цикл фор нам выдаст нулевой элемент от последовательности первый, второй, третий и так дальше, но получить сразу первый или там сразу десятый мы не можем. Вот. Например, тот же Unumerates является не индексированной последовательностью, а вычислимой. Вполне понятным причинам. Он сам по себе что-то там проходит и возвращает. Вот. Так вот, вот эта конструкция задает так называемый генератор-обжект, как было правильно сказано тут с места. То есть вычислимую последовательность, которую мы задали руками. Давайте попробуем. Что-нибудь типа такого. g равняется. Значит, смотрите, если ничто не препятствует, круглые скобки можно опускать. Но, как правило, что-нибудь допрепятствует. Поэтому классический способ задания генератора – это в круглых скобках сборка циклическая. А вот когда вы вызываете функцию, вот как здесь, одни круглые скобки, видите, опущены. Вот они тут, вот их тут нет. Это единственный случай, мне известно. Ну, хорошо. Что там, скобку забыл? Вот. Давайте я не забуду скобку. Генератор-обжект. Довольно забавная вещь. А вот. Значит, что с ним можно делать? Во-первых, по нему можно запустить цикл. Смотрите, как здорово. Ой. То есть цикл по нему можно запустить, но только один раз. Как это? Можно ли есть бледную поганку? Да, можно, но только один раз. Вот. Значит, то есть это последовательность, по которой можно пройтись циклом, и от того, что вы про ней проходите циклом, она уничтожается. Как-то так. Значит, как это происходит на самом деле? Вот мы ее сгенерировали. Мы можем взять и сказать, вызвать функцию next, которая нам вернет очередной элемент до нашей последовательности. Собственно, вот это и есть циклический поход по ней. А когда она закончится, возникнет исключение stop iteration. И теперь, чтобы мы с этим g не делали, он будет нам возвращать stop iteration. По-моему, вот немножко такое... Ну да, значит, на этом уровне, что, зачем нам нужна, может быть полезна вот такая конструкция? Для того, чтобы не создавать списки размером с... Я не очень хочу сейчас запускать цикл по этой последовательности. Хотя, наверное, можно. Потому что всегда можно прервать. Вот. Значит, в отличие... Вот если бы я сейчас создавал список, я думаю, что памяти в компьютер не хватило бы, да? Многовато будет. Нет, гигабайт всего, хватило бы. Ну, не один гигабайт, а, скажем, восемь. Но все равно, может, и не хватило бы. Ну, вы поняли. Да? А значит... А генератор, то есть вычисливую последовательность... А почему можно не создать? Она... Она, ну, ничего не весит, в общем. Сейчас. Сейчас покажу. 128 байтов. Вот. Там, собственно, ну, считай, ничего. Вот. Значит, и если нам нужно передать куда-то последовательность, которая будет там, вот, куда мы передали, по которой будет пройден цикл, то задавать ее с помощью генераторов гораздо более правильно, чем задавать ее с помощью хранимой последовательности, какой бы то ни было. Такие дела. Отсюда небольшой вывод. Помните, я говорил, что цикл for может проходить последовательности двух разных видов? На самом деле цикл for проходит последовательностью ровно одного вида. Он формирует итератор из последовательности, и по этому итератору ходит. Все. Значит, итератор можно сформировать вообще из чего угодно. Мы можем написать вот так вот. Итер. Вот, там, строки. Итератор можно сформировать от множества. Ну, короче, вы меня поняли. А вот итератор, да, итератор как раз, можно собрать либо в случае, если у самого объекта есть метр, бла-бла, итер, бла-бла. То есть сам объект говорит, есть итератор по мне, вот его и бери. Ну, вот, например, если мы возьмем множество, у него наверняка будет итератор, метод итер. Вот он. Вот. Либо может так случиться, что у вашего объекта метода итер нет, но зато есть метод getItem. И мы опять начинаем там с нуля, с нуля, с нуля идти, и, как бы, и, кажется, метод len еще должен быть. Вот. То есть главное, чтобы из вашего объекта можно было изготовить итератор, этот итератор скармливается в цикл for, цикл for просто делает next до тех пор, пока не получит stop iteration, а когда получит stop iteration, он заканчивается. Все. С одной стороны, звучит это, конечно, слегка сложновато, а с другой стороны, смотрите, мы сейчас расковыряли механизм реализации цикла в питоне. Не какой-то мифический конец последовательности, да, а вполне определенная последовательность вызовов метода над вполне определенным объектом, который является итератором вокруг нашей последовательности. Вот и все. Как только приедет stop iteration, так значит последовательность закончилась. Сейчас это станет еще более понятно, когда мы поговорим про то, как самому вообще написать произвольно вычислимую последовательность. Вот. Значит, смотрите, какая штука. Как должен быть устроен алгоритм вот того, тех кишок, той внутренности, которая будет являться вычислимой последовательностью. Вот у нас есть нечто, что вычисляет, вот давайте сюда посмотрим, да, у нас есть нечто, что вычисляет очередное значение s и возвращает его. При этом объект, очередное значение вот это, и возвращает его. При этом объект s продолжает существовать, и когда вы в следующий раз идете к нему за соответствующим значением, он вам возвращает что-то другое, вычисляет и возвращает что-то другое. В следующий раз идете, вычисляет и возвращает что-то другое. Ну и так до тех пор, пока не возникнет stop iteration. То есть мы имеем дело с каким-то повторно входимым алгоритмом. Алгоритм, который запускается, запоминает, что у него там было, возвращает нам значение, мы говорим, дай, давай дальше, он дает дальше, возвращает что-то там было, ну и так далее. Понимаете? Алгоритм с сохранением состояния. Это называется повторно входимой функцией, если не ошибаюсь. Вот. Ну или, по крайней мере, довольно удачный их моделирование. Моделирование. Вот. Значит, как это все выглядит? Если вы при задании функции, ну, допустим, от n. Если вы при задании функции, вместо ключевого слова return, используете ключевое слово yield, это и будет означать, что на самом деле вы создаете генератор. Смотрите. Ну, допустим, yield, вот, там сколько, 3. n, n минус 3. Вот так. Обратите внимание, какого типа у нас объект в ген. Самая обычная функция. Что будет, если я скажу, f равняется f ген, вот, допустим, ну, не знаю, 123. Он вернет генератор. Если внутри чего-то, что очень похоже на определение обычной функции, у вас лежит, встречается хотя бы один yield, питон понимает, что вот это, это определение генератора функции, и то, что она возвращает, это не вот эти все значения, а специальный генератор. Вот он. И вот этот генератор, ну, что с ним можно сделать? К нему можно применять метод next. Как вы думаете, что сейчас будет? Правильно, а сейчас? Да, все правильно. Вот так. А сейчас? Да. То есть, на самом деле, мы имеем дело с принципиально другой конструкцией. Это не особый вид функции, вы понимаете, да? Потому что, когда вы делаете генератор функцию, она вообще сначала возвращает генератор, а потом уже этот генератор выполняет вон тот код. При этом, как происходит работа? Да? Вот мы определили функцию в ген, который, поскольку в ней есть yield, возвращает генератор. Вот мы вызвали функцию в ген, получили генератор. Вот он. Мы вызвали метод next. Когда мы вызвали метод next, в первый раз, давайте, я ее немножко переделаю. Ну, вот мы ваши, вот, ну, принтами наполню, да? Yield. Это что, было слово yield, а я не понял. Ну, что там, M плюс 2, да? Вот. Значит, когда мы сгенировали нашу, 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 наш объект F, это генератор. Когда мы сказали F, когда мы сказали next, мы вошли в его код. С самого начала. Вот этот принт, вот этот yield, он вернул 2. Мы это 2 напечатали, потому что мы в командной строке. И в этот момент, собственно, все прекратилось. Контекст нашего генератора знает, что мы остановились вот здесь. Когда мы скажем следующий next, он продолжит выполняться вот с этого самого места, с отмеченного. Выполнили вот это, выполнили вот этот yield. Контекст нашего генератора знает, что мы остановились вот здесь. Когда мы скажем, нет, следующий next, мы, собственно, выполнили return known. Помните, да, что любая функция в питоне, если в ней нет return, точнее так, если она добралась до конца себя, и там нет return, то люди спят. Все, темное время суток наступило. Да, так вот, если там нет return, то возвращается просто новым. Да может, пускай и спит человек, но может ему так, ну, как бы, больше негде спать. Нормально все, я не обижаюсь. Вот. Ну, кстати, раз уж пошла такая пьянка, давайте, давайте, что ли, я проиллюстрирую этот факт. Просто, просто, чтобы. Сейчас мы тут напишем print вот так. Вот здесь напишем return, ну, не знаю, там, что угодно, потому что это никто не увидит. А вот здесь напишем еще один yield. Так писать, разумеется, не надо, потому что до этого yield'а наш генератор не доберется. Вот. Но просто я к тому, что return может встречаться в тексте генератор функции. Return означает stop iteration. Вот, смотрите, вот мы в нее зашли, вот мы выполнили вот этот и вышли по вот этому yield'у. Сейчас произойдет, что? Мы выполнили print три скобки, дальше мы наткнемся на return и возникнет stop iteration. Вот это принт три скобки, который, видите, из-за того, что он перемешался со стандартным выводом ошибок, попал в конец. На самом деле это два несмешанных потока, мы уже видели сегодня. Вот. Ну, собственно, все. Дальше наш генератор не работает, вот до этой строчки он не добрался и не доберется никогда. Такие дела. Что это нам дает? Это нам дает возможность написать произвольно вычислимую последовательность. Вот. Ну, вот смотрите, дайте что-нибудь напишем, да? Не знаю, там числа Фибонечо какие-нибудь. Ну. Да. Ну что, напугать вас сразу или сначала сделаем количество? Давай сейчас сделаем количество. Только не 100 здесь, естественно, on end, да? Так, сначала мы возвращаем прямо пару. Да? Теперь мы что делаем? С1, С2 равняется... С2... С1. С1 плюс С2. По-моему, так. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И давайте, так, for int, Fib от сети. Это было B. Да. И. Ох, как тут все интересно. Ну, я промахнулся просто. Что я сделал не так? А, да. Там же надо было сказать 1, 1, 10, да? Да, это они. Я узнаю их. Ну, то есть, нет, я просто помню, что там было число 13. Окей. Смотрите, какая штука. Мы их нигде не храним, эти числа Фибоначо. Мы их каждый раз заново вычисляем. Ну, и елдим вон там. В домашнем задании будет пример на последовательности. Потому что, ну... Вот. Если вам кажется, что все это очень просто, а это действительно очень просто. Сейчас будет еще проще. А вот вам последовательность чисел Фибоначо бесконечная. Тут, правда, получится какая-то фигня. Вот. Ну, вот такая фигня, да, получится. Это понятно, какая фигня. Вот такая. Ой, большие числа. Вот. Ну, мы же можем всегда ее ограничить. Ну, ну, не знаю, там. Написать вот здесь вот. If. И больше 100. 500. Миллионов. Break. Вот. Все норм. Они растут довольно быстро. Такие дела. Я, кстати, не уверен. Не, ну, по-моему, я правильно написал. Нам каждый предыдущий... Да, да, да. Все вроде норм. Но они, правда, быстро растут. Видите, 100-500 миллионов оказалось довольно быстро достичь. Вот. Фишка в чем? Вот эта последовательность бесконечная. Мы ее заканчиваем, с ней работать тогда, когда захотим, а не тогда, когда она закончится. Вам это ничего не напоминает? Главное, это напоминает всевозможное... Всевозможное... Матимонику. Главное, это напоминает всевозможное функциональное программирование. И главное, вот, особенно область ленивых вычислений. Когда мы говорим, слушайте, у нас тут последовательность бесконечная, но мы же... Нам же не нужно бесконечное вычислять. Мы сейчас вычислим какой-то кусочек, когда точность окажется нужным. И на этом остановимся. Мы бы могли вот в этой штуке, например, или в этой штуке, что-нибудь вычислять с определенной точностью. То есть нам бы наш генератор плевал очередное значение, а мы бы его сравнили, говорили, ну все уже, значит, там два соседних значения, они слишком близки друг к другу. Мы попали в эпсилонокрестный, всем спасибо, генератор, до свидания. Вот. Такие дела. Значит, вообще это довольно мощная штука. Вот. Я имею в виду генераторы. Она есть во всех современных языках программирования, и не современных, но модных, я бы так сказал. В каком-нибудь Java C++ они тоже есть. Фишка питона состоит в том, что в Java и C++ это специальные классы страшные. Ну, в современном C++, пожалуй, нет. Там можно немножко это. Вот. А в питоне это как бы, ну, само собой. То есть, ну, вы видите, да? Ничто не предвещало, что это генератор. Нет, ну, как бы, описание предвещало, использования нет. Что более важно, синтаксическая конструкция, которую мы использовали для хождения к вот этому бесконечному генератору, вообще, говорят, такая же точно, как для хождения к любой другой последовательности. Вот. Такие дела. Ну, конечно, надо было написать вот так. Ну, смысл от этого не меняется. Вот. Что еще можно сказать про генераторы? Если у нас есть вот такой генератор, смотрите. Читился в Боначчо. И мы пишем другой генератор со словами, ну, там, ген N. Ген. Это было слово, было буква G. Который означает, от N. Который означает, пожалуйста, сгенерируй мне for E in. In range. Неа. Сейчас, погодите. Неа. К числу в Боначчо мы не будем это применять. Сейчас мы что-нибудь другое придумаем. Более искусственный пример. Просто, чтобы не путаться. Какой-нибудь генератор, ну, какой-нибудь ерунды. От N. For E in range. Что там? N. Return. Ну, от E. Господи, ну что-нибудь. И какой-нибудь второй генератор, который бы делал так. Ген NN. От N. Да. Да, конечно, спасибо. Спасибо, что следите за этим безобразием. Спасибо. Спасибо. Как-то так. Ну, как-то так сделано. Обратите внимание на то, что этот ген, ну, давайте вот ради интереса сделаем так, а потом сделаем по-другому. Обратите внимание на то, что этот генератор, он вообще говоря, просто последовательность. Да, не индексируемая. Но вычислимая. Это значит, что мы не только в фор его можем засовывать. Мы можем засовывать куда угодно. Мы можем превращать его в список. Мы можем распаковывать его при связывании или при вызове функции. Ну, что угодно можем сделать. Это я просто ради... Вот, смотрите. Значит, что у нас сделал наш генератор? Он сгенерил... Давайте мы тут вот ради красоты сделаем не стыр от I, а что-нибудь такое. Ну, просто чтобы... Чтобы мы видели, что это не циферки. Как-нибудь вот так. Вот. Вот. Значит, что нам сделал этот ген NN? Этот ген NN N раз вызвал ген N... Вернее, N раз сгенерировал ген N, по которому прошелся и вывел все, что там было. Вполне, ну, как бы разумно. Вот. Если я сейчас уберу этот цикл и напишу что-нибудь, что-нибудь вот такое... Сейчас скажу. Print... Да это было слово print, а ты что? Print... Звездочка... Вот такую фигню. Что при этом получится? Тот же самый вывод, только в строчках через пробел. Почему? Потому что ген NN – это последовательность. Звездочки ее распакуют. Образуется какое-то количество элементов. Эти элементы передадутся в print, print их напечатает. Все так. Вот они. А у нас, соответственно, есть очень большое вот это снижение последовательности. С каким-то считанием, с каким-то вот так вот введение, у нас будет попадание. Да. Есть... Смотрите. Помните, с помощью какого типа данных передаются позиционные параметры функции? Нет. Картеж. Ну, потому что он не должен быть изменяем. Соответственно, вот такая операция распаковки формирует картеж. Если там будет сто пятьсот миллионов элементов, ну, как бы сами себе злобные буратины. Вот. Я сейчас про другое немножко. Обратите внимание, что здесь какой-то там вложенный цикл, а здесь все это вытянуто в строчечку. Очень бы хотелось на самом деле вообще не трогать вот этот вот цикл внутренний, потому что фактически это же всего лишь проход по всему этому внешнему элементу. Наоборот, внутреннему гену. Поэтому есть более интересный метод, способ. Да. Что? А, ну да. Вот этот код и тот, который я только что показывал, они аналогичны друг другу. Что здесь произошло? Мы создали генератор, который в данном случае запустил цикл на n оборотов, и в каждом из этих n оборотов он сказал так, а теперь, а теперь, возвращай то, что возвращает вон тот генератор, а я пока умываю руки на время. Когда вон тот генератор закончится, мы вернемся сюда и продолжим это делать. С точки зрения логической, этот код и предыдущие совершенно эквивалентны. С точки зрения программной, вот эта штука гораздо более эффективна, потому что никто специального еще одного цикла не делал. Этот цикл делается вот здесь. Мы просто сказали, а теперь возвращай оттуда. Помимо того, что размер кода уменьшился, уменьшился оверхед, мы не стали создавать никаких дополнительных переменных, мы не стали запускать дополнительный цикл, мы просто передоверили повторный вход в другую функцию. Когда происходит next, мы внезапно попадаем прямо сюда. Если хотите, можно сейчас еще состряпать вот такие два вложных генератора, обмазать их принтами, чтобы было прямо видно, куда происходит очередной next. Хотите? Давайте. Ну, давайте. Вот давайте мы сделаем так. f1 print, f1 начало, f1 batman начало, f1 вход, yield 1 f1 продолжение, yield 2 def f2 print давайте так сделаем давайте мы еще выход из него обозначим вышли это мое любимое слово painer, которое я обычно в таких случаях пишу, неизвестно почему, f2 войти yield from f1 только, естественно, вот так, да? продолжение еще еще один yield формул входил окончание как все это происходило? что? а, ну да, надо бы вызвать что-нибудь да что ж такое-то а, ну да, нет ну, и лист от f2 вот лист лист от f2 только print, естественно а, мы хотели вообще со звездочкой, да? как там? или нет? давайте вот что сделаем все-таки вот так сделаем for i in оооо, я понял принт должен быть стоп естественно, когда я вызываю f2 что у меня получается? генератор этот генератор еще дернуть надо его надо либо в цикл засунуть либо из нее список сделать ну, короче, что-то из нее сделать короче, надо сказать вот так l равняется лист от f2, например это нас заставит пройти вот вот так, плохо видно сейчас что-нибудь придумаем вот теперь видно хорошо значит, что происходит? мы вызвали f2 зашли сюда вывелось вот это f2 здесь написано yield from f1 значит, зашли сюда написали f1 здесь написано yield 1 и этот yield 1 надо было все-таки напечатать стойте я был неправ надо здесь все-таки сделать не так а вот так вот 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 значит нам отсюда вернулась единица отсюда потому что здесь написано yield from мы ее напечатали мы говорим давай дальше он вернулся вот сюда к тому месту, где он застрял вернулся, напечатал f1 нам отсюда вернулась двоечка вот она мы ее напечатали говорим давай дальше он вернулся вот сюда напечатал f1 выход из f1 этот yield from закончился он вернулся вот сюда напечатал f2 пошел следующий yield from опять залезли в f1 напечатали f1 вот она вернули единичку вернули ее аж вот сюда вывели ну и так дальше как вы понимаете еще раз повторяю если бы я здесь написал for что-то in f1 и дальше yield вот это что-то был бы эффект тот же самый но вот так оно эффективнее работает ну и вообще более понятно именно в смысле как последовательность друг с другом взаимодействия чтобы окончательно я чувствую что все потихонечку спекаются чтобы окончательно вскипятить ваши мозги один из моих любимых модулей в питоне он называется iter tools который работает исключительно с последовательностями с итераторами теми самыми в том числе и бесконечной длины хотел сказать что в питоне вот прежде чем мы заходим зайдем в это tools в питоне есть один способ сделать вычислимые последовательности из произвольной последовательности этот способ называется map мы можем написать так s равняется map ну скажем какой у нас там str запятая последовательность это тоже вычислимая последовательность интересно есть ли у нее next есть что мы здесь сделали мы составили вычислимую последовательность которая применяет вот эту функцию последовательность как вот этим всем элементам кто учил функциональное программирование помнит что там есть такая функция map оператор даже вот это она кажется ничего больше в стандартной библиотеке питона нет на этот счет да кстати естественно мы могли бы сделать вот такую штуку да вместо map object вот этого мы бы могли бы написать генератор object да такой же точно работал бы точно так же вот ну как видите просто подход разный здесь мы как бы явно говорим как сконструировать один элемент из другого а здесь мы видим что делаем мы говорим пожалуйста примени эту функцию вот к той последовательности ну так вот все остальные вся остальная работа с итерируемой последовательностью вынесена в модуле модуль который называется iter tools и там их много и некоторые из них очень веселые значит ну например например последовательность count будет выдавать нам последовательность счетчик начиная с вот этого начала с вот таким шагом до бесконечности вот конструктор цикл нам будет выдавать элементы последовательности по кругу в цикле до бесконечности остановится тогда когда мы сами остановим сам он не остановится stupid ration вот эти последовательности не выдают вот repeat нам будет повторять соответствующий элемент последовательности столько раз сколько скажем ну или до бесконечности если не скажем между прочим удобно пользоваться в разных интересных случаях например когда вам нужно сделать цикл по одному и тому же элементу репет вот это фигни да что-нибудь такое при этом обратите внимание никаких лишних счетчиков никаких списков хранящих эти бесконечные ку-ку да только чистенькая сухая вычислимая последовательность повторяющая 10 раз это самая ку-ку вот возможно так и стоит поступать вместо for и там in range от 10 print ку-ку вот более интересные штуки штука которая называется accumulate она работает так вы передаете последовательность и возможно функцию если вы даете просто последовательность то она складывает сначала к первому элементу прибавляет второй потом ну давайте попробуем просто интересно да а тут написано да давайте прям скопипасте так будет проще ну и чего next говорим 1 1 плюс 2 3 3 плюс 3 6 6 плюс 4 10 15 ну те самые треугольные числа кстати сказать а если вы вот этому аккумулятор передадите еще и функцию ну что-нибудь вот такое что это такое целочисленное умножение ну собственно вот можно можно ну я написал руками именно для того чтобы показать как это делается ну вот да вот да да то есть вот с помощью этого понимаете как когда вы все это видите у вас слегка как бы захватывает дух от возможности что можно наваять главный недостаток что все это будет наваяно в строчку вот поэтому надо как-то себя сдерживать вот значит обратите внимание что под буквой P в данном случае подразумевается любая последовательность в том числе итератор она не обязательно должна быть списком она тоже может быть вычислимая вот и это собственно главная фишка итертулс значит чейн склеивает несколько последовательств в одну она сначала выдает одну потом другую потом третью очень полезно когда вы не знаете когда не закончится вот чейфрон итербл делает еще хитрее он склеивает все последовательства встречающиеся в качестве элемента последовательности так компресс что-то фильтрует а смотрите компресс берет две последовательности и возвращает только члены одной последовательности если члены другой при этом не пусты видите чего а вернется потому что здесь был один б не вернется потому что здесь был ноль короче у вас одна последовательность элементов а другая последовательность true и false вот возвращаются те которые true drop while что делает а он выбрасывает из последовательности первые несколько элементов тупо вот а нет он выбрасывает из последовательности те элементы на которых функция которую вы передали равна true а дальше перестает выбрасывать и уже начинает работать фильтр просто выбрасывает из последовательности элементы оставляет только те которые функции фильтрации предикат фильтрации оставляет ну и начинается там group by возвращает вам пачку итераторов пачку итераторов сначала один потом другой в котором последовательность сгруппирована вот длинная последовательность разбита на кусочки вот сгруппирована по ключу ну и ну и всякое короче знаете что еще вот вот это очень полезная штука вам из одной последовательности делать несколько одинаковых причем без без размножения сейчас покажу смотрите вот у нас есть ну какой-нибудь итератор ну не знаю там вот да мы говорим cc равняется t oc на три штуки он нам сделал три последовательности каждая из которых пробегает по последовательности c смотрите ой нулевая если я сейчас вызову еще раз этот итератор разрядится понимается да как любая как любая как любое итерированное а вот cc1 еще пока живой и cc2 еще пока живой поэтому если вы хотите вашу одноразовую последовательность использовать несколько раз делайте из него вот такое вот такой t да это разветвление с одинаковым с одинаковым содержимым ну и это еще не все и как раз у нас время заканчивается еще одна очень любимая моя часть итертулз это комбинаторика ну например продукт декартового произведения самый простой пример выдать список всех возможных пар ну список всех возможных помните что декартовое произведение одно множество умноженное на другое получается список продукт мы могли бы еще сделать с помощью вложенной циклической сборки помните что вложенная циклическая сборка бывает такая там что-нибудь типа c плюс d for c in что там q for d in раз ва три четыре это d да это не раз ва три четыре но это уже не важно примерно то же самое только в случае в случае intertools нам возвращаются тепли вот но помимо декартового произведения есть также перестановки сочетания и сочетания с повторениями а вот это уже довольно не сразу можно запрограммировать просто так вот а для решения некоторых задач бывает очень-очень нужно обратите внимание что это не количество сочетаний а сами сочетания давайте попробуем что-то у нас квей раз два три четыре классические так так там что не так а ну да из множества не там нет пар перестановки кстати еще один пора заканчивать да еще один маленький лайфхак когда вот такими вещами балуетесь есть такой прекрасный модуль он называется pretty print print о видите какая красота вот значит что там были еще помимо permutations там были еще combinations из двух множеств в смысле список списков так вот это он и есть да 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 будет это только по положению он не сравнивает ничего это 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 перестановки по индексам элементов в последовательности причем обратите внимание вот эта последовательность я как так понимаю не обязана быть хранимой как мне кажется не генеряя ее нет для этого математика понадобится вот ну чего последний последний шаг это собственно сочетание какие-нибудь сочетания да он называется combinations ну в принципе я думаю что вы уже поняли о чем речь что там опять а блин это же c c из сколько поскольку c из кверт по три ну вот ну а соответственно с with replacing буду с повторениями это уже не интересно че а там лишняя скобочка ну вот главная фишка их две главная фишка вообще это это отсутствие памяти на вот это все безобразие а это безобразие может быть очень длинное в том числе возможность работы с бесконечными последовательностями в одном из домашних заданий будет такое написать специальный итератор бесконечный вот и вторая фишка вот всякой этой комбинаторики это вытягивание многомерных конструкций в одномерные да вот вот эти combinations они же могут быть и двумерные и трехмерные какие хотите а результат у вас последовательность которая по ним проходит мы взяли их и все посчитали скажем так такие дела собственно все если есть какие-то вопросы задавайте да так давайте мы закончим и мы с вами еще раз поговорим хорошо